Десна ТВ Ольга Окунева приняла участие в заседании Десногорского местного политического совета. Понятия для России традиционной семьи определены, и все, что касается законодательства, действующего в Российской Федерации, будет главным. В 2020 году благодаря концерну «Росэнергоатом» и федеральным профильным проектам в МСЧ-135 было поставлено новое медицинское оборудование. Оно уже смонтировано и готово к эксплуатации. Наша медсанчасть участвует в ряде проектов, благодаря которым мы получили новое оборудование в уходящем году, смогли его вовремя установить и внести в эксплуатацию. Это нацпроект по здоровью детского населения, это наше взаимодействие с концерном «Росэнергоатом». Важной новинкой медсанчасти стал современный цифровой маммограф. Это оборудование сменило устаревший аппарат. Оно уже используется на медицинских осмотрах для диагностики и профилактики онкологических заболеваний у женщин. Качество снимков будет гораздо лучше, потому что это цифровые снимочки, не снимочки, а на пленке. То есть можно увеличить изображение, можно отдельные участки увеличить, специально доктор будет смотреть, сравнивать. В рентгенологическом отделении установлен высокотехнологичный аппарат «Дуограф». С его помощью исследуются органы грудной клетки, костно-суставной системы, почек и брюшной полости. Одна из особенностей аппарата – вместо устаревших снимков теперь цифровое изображение. Прекрасно видна структура костей, легких. Можно увеличить, можно изменить яркость, контрастность. Все снимки, как каждого больного, хранятся на сервере. То есть мы можем этого больного быстрее все снимочки присмотреть в динамике. По программе «Женское здоровье» новое оборудование закуплено для гинекологического отделения. При помощи гестероскопической стойки врачи смогут проводить высокоточную диагностику женского здоровья и последующие операции. Также в гинекологическом отделении появился кальпоскоп. Раньше такого оборудования в больнице никогда не было. «С помощью этого аппарата мы можем смотреть шейки матки. По сути дела, как микроскоп с различными фильтрами, которые распознают патологию шейки матки». С января МСЧ-135 приступила к массовой вакцинации горожан от новой коронавирусной инфекции. Для хранения вакцины «Спутник Ви» закуплено дополнительное холодильное медицинское оборудование. Всего 8 единиц. Оно позволяет сохранить требуемый температурный режим вакцины от поставки до момента прививки. «Пока не запомнили. Но мы ждём поступления. То есть у нас примерно рассчитана резервная камера для того, чтобы, если получится так, что выйдет какое-то оборудование из строя, предусмотрена резервная». По словам представителя медсанчасти, в ближайшее время ожидается приобретение компьютерного томографа. Средства на него уже выделены концерном «Росэнергоатом». 2 февраля в Десногорске прошло расширенное заседание местного отделения партии «Единая Россия». В нём приняла участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Ольга Окунева. На заседании был заслушан отчёт исполняющего обязанности секретаря Десногорского отделения партии Александра Новикова о работе коллектива за последние два месяца. А также обсуждены планы партийцев на первое полугодие текущего года. Также обсудили вопрос работы местной общественной приёмной партии и приёма в ней депутатов. «Общественная приёмная местного отделения партии «Единая Россия» теперь у нас располагается не по адресу 3.17, располагается здесь в здании центральной библиотеки на первом этаже, где, соответственно, мы будем с вами вместе проводить приёмы наших жителей, решать текущие вопросы». В ходе встречи Ольга Окунева сообщила о нововведении в федеральном законодательстве и остановилась на нескольких законопроектах, принятых Госдумой в осеннюю и уже начавшуюся весеннюю сессии. «Принят в третьем чтении уже закон, который говорит о верховенстве законодательства Российской Федерации в сфере семьи над зарубежным законодательством. Для нас с вами это важно. Понятия для России традиционной семьи определены, и всё, что касается законодательства, действующего Российской Федерации, будет главным». На заседании Совета были рассмотрены предложения по запуску местных партийных проектов по обучению компьютерной грамотности жителей пожилого возраста, а также открытию семейной приёмной на базе приёмной партии. Также Ольга Окунева поблагодарила Александра Новикова и членов Совета за плодотворное сотрудничество и пожелала успешной работы в новом году. На сегодня выпуск завершён. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго!